добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые наши радиослушатели сегодня 17 марта 2016 года в городе чикаго 1 часов утра в калифорнии 9 часов утра на восточном побережье нью-йорк вашингтон 12 часов полудня ну а в москве 7 часов вечера как всегда по четверга мы встречаемся в передаче женская гостиная с хозяйкой этой гостиной анастасия хрущинская и как всегда у нее гость и это наш уже сказать постоянный постоянный гость можно сказать а не отминеева которая является очень серьезным человеком и ароматерапевт очень перечисление ее титулов займет много времени насти я расскажу пару слов об ане да настя сама ее представит но сегодня у нас просто буквально два слова сегодня у нас кстати две программы одна за одной идет вот вторая программа у нас начнется через час по времени города чикаго 12 8 часов вечера по москве и это будет разговор сергеем савченко о таро наши координаты 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 сангейтс тройное w sun gates radio.com это там где можно послушать и посмотреть и оставить свои замечания свои комментарии ну а сейчас настя слово тебе пожалуйста представлять свою гостью и беседуйте спасибо большое миш добрый день дорогие радиослушатели добрый вечер здравствуй анечка очень рада что ты продолжаешь тему чакр на нашем радио и это прекрасно потому что это очень важная тема и сегодня мы с анной а еще раз я напомню что у нас в гостях анна отмениева ведический астролог сертифицированный консультант по васту ароматерапевт и вы можете найти предыдущие выпуски наши программы с анной обо других чакрах на нашем канале на youtube и в архиве наших программ и сегодня наша тема нашей программы это энергетическая ароматерапия в жизни женщины и посвящена на чакре очень важно и вообще все чакры конечно очень важные мы когда с вами начинаем разговаривать я понимаю что боже это же так важно но сегодня мне кажется это особо важно особенно для женщин потому что четвертая чакра чакра анахата и ее девиз это силы любви а не тебе слово здравствуй настя спасибо за то что ты не прекращаешь меня приглашать я очень рада меня очень вдохновляют наши встречи вот да сегодня у нас наша встреча будет посвящена на хате это четвертая чакра которая является промежуточной между нижним треугольником который связывает нас землей и верхним треугольником который связывает нас грубо говоря с небом и сегодня будет может быть такой неожиданный сюрприз потому что мы будем быть не только об анахате но а еще одной чакре которая связана с анахатой находится очень близко это чакра тимуса масла и ритуалы которые используются для анахаты они точно также могут использоваться для тимуса и может для кого-то это будет открытие да это чакра для меня вот открытие у них очень похожие цвета потому что у анахаты это зеленый цвет а у чакры тимуса бирюзовый то есть она уже больше переходит в синий к высшим чакрам но связка все равно по цветам есть поэтому я сегодня тоже пытаюсь соответствовать своей одеждой этой чакре и конечно анахата является очень важной потому что она связана с таким органом как сердце и первая функция анахаты это любовь то есть когда мы уже от всяких нижних уровней от закона самосохранения закона как бы при умножении себя от чувства своего я да от манипуры мы поднимаемся выше выше и выше и уже как бы наше развитие достигает того когда мы готовы взаимодействовать с другими и при этом быть на каком-то достаточно высоком уровне то есть это взаимодействие на уровне любви есть такая сразу расскажу интересную вещь есть очень интересная техника наверняка многие кто следует ведическим знаниям знают они эта техника которая помогает справиться с обидами какими-то проблемами в жизни эта техника поклона заключается на в том что мы если у нас есть какая-то проблема с другим человеком мы представляем его или ставим его фотографию и кланяемся ему с определенными словами я прощаю тебя и ты прости меня это техническая сторона дела но в чем заключается смысл этого упражнения смысл в том что обиды и претензии они как раз концентрируются в анахате до наша гордыня она приходит в анахату и когда мы кланяемся мы эту гордыню как бы выдавливаем попробуйте поклониться человеку к которому у вас есть претензии вы не сможете потому что этот блок будет стоять именно здесь именно в чакре анахата и проделывая это упражнение касается лбом земли мы как раз эту энергию негативные обиды претензии мы выдавливаем да то есть насколько эта чакра важна и насколько она действительно работает очень и законы работают везде цвет зеленый поэтому соответственно если вы одеваетесь в зеленые одежды вы стимулируете эту чакру и если например ну не знаю вы ходите на зеленую траву и видите зеленые яблоки и это вот этот цвет он стимулирует энергетически и стимулирует даже метаболизм энергетические обмены в организме и соответственно и дает вам энергию поэтому зеленый цвет он не просто даже успокаивает да а он как бы концентрирует энергию и заставляет ее работать в нужном русле ну и помимо всего этот цвет природы цвет возрождения поэтому он всегда у человека вызывает какие-то позитивные эмоции это настолько какой цвет действительно он видимо вызывает именно сердечные чувства в человеке потому что когда природа просыпается и мы видим зеленую траву мы видим зеленые листочки всегда возникает это чувство радости всегда весной настолько для нас свойственно и мне кажется это именно как раз от сердца идет прежде всего да элемент которым связана эта чакра это воздух то есть она достаточно легкая и ключевые слова этой чакры сочувствие любовь нежность гармония то есть то что человек должен чувствовать в таком хорошем состоянии с чувством связаны с осязанием да то есть анахата отвечает за осязание в нотном стане это нота фа следующая и мантра ключевая который вы можете эту чакру активировать мантра ям можно повторять эту мантру и использовать при этом камни камни все соответственно зеленого цвета это изумруд естественно зеленый турмалин и авантюрин зеленого цвета если чакра анахата находится в дисгармонии то скажи пожалуйста если мы говорим об использовании камней то мы должны прикладывать их чакры или просто носить этот камень для того чтобы нам гармонизировать эту чак ну на самом деле когда мы работаем например по активации какой-то да то мы должны конечно камень класть на камень обладает какой-то структурой определенной и обычно вот когда стоун терапию эти камни прикладывают именно на чакры в разведе ароматерапии да то есть там смазывается чакра каждая кладется камень то есть там есть целая такая работа с камнями да но это опять же должен делать специалист лучше конечно чтобы камень касался но при этом камень должен быть натуральная не искусственно выращен да это очень важно надо всегда обращать внимание чтобы ко мне и когда вы покупаете камни то всегда спрашивается натуральный или камень или пусть они будут не дорогие да но но хорошего качества когда чакра анахата у нас в дисгармонии в дисбалансе то естественно человек испытывает такие чувства как эгоизм концентрация на себе гнев раздражительность ревность да то есть это не умение отдавать не умение любить недоверие и как следствие это конечно будут сложности в отношениях потому что анахата она строится на любви это взаимодействие любовь может это всегда взаимодействие да то есть это всегда взаимодействие с любым проявлением в мире и на физическом уровне это будет давать усталость хроническую проблемы с сердцем естественно потому что это область сердца страхи и не любовь к себе что может разрушить нормальную работу анахаты это когда человек требует любви особенно когда он начинает ревновать до ревность когда человек не может себя контролировать если он концентрируется на прошлом то есть он зацеплен за то что уже случилось особенно если это были какие-то страдания если это страхи если это осуждение других да то есть она к анахата просто было блокируется этим и страхи которые связаны с этой областью это страх одиночества страх быть ответвнутым брошенным потерять любовь потерять свободу если мы говорим в контексте астрологии то у нас все эти все эти взаимодействия идут по венере венера дает безусловную любовь проблемы этой планеты пораженная планета всегда дает зависимости привязанности к отношениям ревности и неумение просто отдавать ну и соответственно если она хата у нас гармонии то человек легко отдает легко принимает любит прощает и основные принципы его это гармония любовь и радость да то есть это и и разве когда мы развиваем эти качества то соответственно повышаем уровень что мы можем использовать для восстановления можно делать специальное массажное зеленое так называемое масло как всегда мы берем базовое масло в которое капаем канадскую сосну у тебя наверно просто это рядом где-то можно можно легко купить голубая ель роза лицея кубеба который мы поговорили на прошлом наши на прошлой нашей встрече и делаем массаж анахаты анахата мы забыли сказать она находится у нас как будто в этой вот ямки которая на грудине и соответственно делаем массаж по часовой стрелке и этим масло помимо того что они влияют на эту чакру и сосна и ель они работают с легкими анахата также отвечает за легкие потому что эта область как раз груди она также с сердцем с системой кровообращения связана да и соответственно эти масла помогают дыхание усиливать мы получаем больше кислорода и улучшается кровообращение да то есть даже вот на физиологическом уровне это абсолютно прекрасно работает этих кто знает здесь еще также марма . находится очень важная и она известна и в китайской медицине и в виде то есть помимо того что это чакра это все взаимосвязано если глубоко копать то получается что в общем это важное такое место да 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 это это достаточно ну скажем сводится сюда достаточно много каналов медитацию которую можно проводить она также связана с состоянием любви если человеку например сложно чувствовать или он чувствует себя там что его не любят да или он не может любить то мы становимся ноги у нас параллельно чуть скажем на ширине плеч и руки мы складываем в молитвенную мудру да опять же на уровне анахаты мы ее держим и мы немного концентрируемся нужно почувствовать как бы энергия у нас движется в теле и прижимая руки к анахате да к сердечной чакре мы говорим я принимаю себя и всем сердцем люблю потому что в первую очередь мы должны любить себя уметь любить себя я прощаю всех кто когда-либо ранил меня и эту молитву или реформацию нужно повторять течение 40 дней после пробуждения сразу сейчас особенно это очень правильно делать потому что сейчас идет православный пост и это вообще прекрасное время для покаяния потому что нужно не только брюхом и духом и главное когда мы говорим я прощаю всех кто ранил меня не забыть сказать что я я прошу прощения у тех кого ранил я да потому что всегда наши послания такие во вселенную они должны быть как бы обоюдные потому что если мы кого-то обидели да то есть мы просим прощения и мы тоже должны попросить проще простить простить и просить прощения одновременно потому что это процесс взаима взаимосвязанных к вечеру можно провести другой ритуал есть такое масло нарда джатамаси она считается очень таким священным в индии используется в различных ритуалах религиозных его можно наносить на ступни на сердечную чакру и над каждый сустав на пальцах на сустав который находится перед ногтями она доступна вообще в россии это масло совершенно свободно но не дорогое поэтому я говорю это очень дорогие это в индию часто ездишь в общем это проблем не составляет на просто интерес да есть маленький момент в индии надо быть очень очень аккуратным с покупкой масел только в известных местах то есть там тоже существует большая проблема фальсификата поэтому надо быть очень аккуратно самое главное не покупать масла в прозрачных бутылочках что часто очень там продают в таком формате мы делаем массаж по часовой стрелке и представляем дерево которое берет силу из земли и эта энергия будет как она проходит через те чакры наши начиная с первой по четвертую да это тоже такой как бы вид подзарядки и когда эта энергия доходит до сердца нужно представить цветок лотоса который раскрывается больше и больше и больше заполняет всю вселенную и это дает связь с природой вселенной дает гармоничное состояние такая такой необычный ритуал вторая чакра которой я хотела сказать и на самом деле она очень представляет огромный интерес потому что это чакра тимуса белочковая железа очень мало исследованная на физиологическом уровне и на самом деле медицина не так много информации дает о том что железа за что это железа отвечает и как она функционирует одно только известно что она очень сильно связана с иммунной системой и ее стимуляция есть такие как бы исследования которые говорят о том что ее стимуляция может омолаживать организм и соответственно это еще чакра энергетической коммуникации соответственно если она в нормальном состоянии то все вот эти процессы которые человек начинает запускать они идут правильно потому что она находится буквально чуть выше сердечной чакры является как бы промежуточной между сердечной и горловой да это чакра тимуса а как ее найти на теле чтобы на самом деле это такая точка если вот мы немножко поднимаемся над нашей сердечной чакры и если нажать она будет болезненно эта точка она прям вызывает боль даже при слабом слабом нажатии то есть ее на самом деле там наверняка точно есть какая-то марма . можно даже посмотреть она достаточно крупная по отношению с другими мармами и она прям болезненная иногда ну как бы при ее стимуляции прям ну достаточно неприятное ощущение но она как раз помогает нашему организму бороться с там внешней с агрессией внешнего мира в прямом и переносном смысле да то есть это как может быть и энергетическое воздействие воздействие там стресса ну то есть против чего с чем нам помогает бороться иммунитет то есть это чакра на самом деле имеет огромнейшее значение я так понимаю что даже вот такие сейчас распространенные респираторные заболевания которые особенно сейчас россии у нас это тепло а у вас еще все-таки холодная весна вот это тоже стимуляция вот этой чакры она дает себе поддержку укрепляет иммунитет и дает возможность бороться с респираторными заболеваниями что в общем практическое использование метафизическая глубина не только эзотерический смысл она себе несет она просто помогает действительно справляться с заболеваниями но символизирует она возрождение передачу эмоций то есть она как бы даже там передает нашим эмоциональную связь куда-то выше устанавливать связь между ментальным и духовным и стимулирует саму духовность да интерес к духовному то есть очень интересная вещь я даже читала такую статью где говорилось о том что это ну как бы она переводит человека она как раз отвечает за то чтобы несколько раз да что сейчас следующая раса возрождается усовершенствована человека как раз это чакра это железа девочкова она отвечает за этот процесс но можно поискать информацию очень много и она конечно противоречивая но как факт чакра это работает если она работает то есть не работает что человек как он себе как это проявляется это такая эмоциональная незрелость да когда человек не может управлять своими эмоциями и способен их там ну как ребенок выражать когда он склонен к манипуляциям когда он хочет доминировать или наоборот да то есть он смущается как-то не может себя проявить но в принципе у нас и другие чакры это дают сказать конкретно что он вот это делает это четко проявление тимуса очень сложно но на физическом уровне это однозначно проблема с иммунитетом очень интересный такой есть момент что когда удаляют эту железу ее функцию на себя берет селезенка у нас получается такой треугольник между тимусом анахатой с которым они однозначно связаны и манипурой здесь идет как бы такой треугольник который ну в плане идеи такая энергетическая связка образуется здесь ну соответственно если у человека проблемы с иммунитетом он часто болеет то однозначно чакра тимуса у него не работает и считается что эта чакра она защищает от как от инфекционных атак так и от дурного глаза да то есть от энергетического воздействия как ее стимулировать про масла я сейчас скажу то есть те же самые масла что и для сердечной чакры но есть прям такое упражнение когда мы становимся ноги на ширине плеч руки горизонтально и просто поворачиваем тело налево направо и еще один момент когда мы как бы ударяем себя вот в это место и просто вибрацию создаем это тоже стимулирует очковую жизнь убить не надо так слегка да да то есть видимо когда у обезьян происходит этот процесс они тоже видимо себе что-то активизируют я слышала что еще тимус называют высшим сердцем на самом деле то есть это как бы такое сравнение но она сразу же себе определенный смысл на смысловую нагрузку несет и сразу становится понятно что это такое одно сердце у нас настоящее да это высшее сердце поэтому это очень важно именно практиковать гармонизацию чакры тимуса ну давайте поговорим про масла так да наша любимая тема ну из моих таких наверное любимых масел ну во первых здесь все хвойные практически связаны масла и они всегда на уровне здоровья да на уровне физиологическом и такого ну можно сказать традиционного применения работают заболеваниями простудными и обычно ими очень хорошо дезинфицировать помещение да то есть приятный хвойный запах работает соответственно как антисептик как противоинфекционное дыхание прочищает и очень хорошо работает например для кожи когда есть какие-то грибковые заболевания или воспалительные вопросы связанные с суставами то есть для опорно-двигательного аппарата работает но самое главное что например дает черная ель это очень мощный иммуностимулятор и соответственно оно ей дает выработку адреналина поэтому это масло которое совершенно спокойно можно применять в спорте как бы не не думая что это например допинг да то есть например для когда если вы собираетесь бегать то очень хорошо этим маслом область надпочечников и и мажете вот область груди это расширяет легкие позволяет вам дышать лучше стимуляция надпочечников это жизненная энергия идет и соответственно вы должны дать лучшие показатели не употребляя какие-то химические препараты это масло для всех кто занимается спортом очень полезно то есть она дает возможность тебе улучшить свои вперед к олимпийским рекордам на чем вы на чем вы получили золотую медаль на масле черной ели в энергетическом плане это масло помогает при усталости депрессии если какие-то вот такие случаи выгорания да когда апатия наступает и тебе вроде бы надо работать а ты уже не можешь тебе ничего не интересно тоже здесь можно применять ей дает силу настойчивость и устраняет страхи как раз работает на две эти чакры наши на сердечный на чакру тимуса его используют в любую смесь масляную для массажа для возвращения энергии и для снятия болей мышечных то есть его можно использовать как до занятий спортом так и после занятий спортом если чувствуете что у вас ну как бы на вас есть энергетическая атака да то есть чувствуете силы раз и ушли и именно энергетические силы ушли то как раз для такого восстановления для реабилитации можно по 35 капель этого масла наносить на область надпочечников надпочечники являются огромным очень мощным энергетическим центром да для всех для мужчин и для женщин у женщин еще есть дополнительные центры но для всех людей можно использовать как раз на область надпочечников на целый день это может давать вас заряжать энергией аня можно я тебе вопрос задам слушай вот скажи пожалуйста очень многие люди но немногие но большинство людей да вот они идут на работу ездят в общественном транспорте скажи пожалуйста и и ты же чувствуешь энергетическое воздействие вот это можно использовать например масло черной ели для того чтобы себя обезопасить вот именно в толпе людей можно использовать масло черной ели особенно лучше лучше есть такое масло гималайского кедра он просто защищает от воздействий различных он очищает энергетику и в этом случае лучше хорошо наносить на ладони и хорошо ну как бы перед там не знаю заходом в метро или там какой-то общественный транспорт просто вокруг себя вот как мы уже говорили по ауре провести этим маслом да и руки чтобы были защищены можно наносить на 3 класс тоже помогает да то есть но это именно защита мне кажется идет на уровне все равно анахаты да вот именно потому что мы защищаем наше сердце прежде всего ну интересно очень есть такой момент буквально там когда в ноябре я была в индии и мы были на обучении у одного учителя там был храм и изображение на одной из картин там был святой у которого были точки красные на руках на запястьях на пупок горло и лоб да и мы спрашивали что это значит и это как раз защищающие вещи то есть точки которые надо закрывать через которые ну так называют духи могут как бы попасть да то есть вот мы должны блокировать масло воздействие масло как раз является таким блоком ну именно масло черного кедра она блокирует то есть соответственно мы должны носить на запястье на центр ладони на пупок ну пупок мы не открываем в метро я надеюсь вот потому что пупок считается очень мощным ну как бы порталом практически для женщин на самом деле женщине вообще нельзя открывать это место это категорически запрещено вот и горло до вишутха должна быть закрыта и третий глаз анджелы ну вернемся к масла спасибо большое очень интересно хорошо а также масло черной ели может помогать создавать мотивацию да для этого можно проводить там специальный семидневный ритуал то есть когда например у вас все желаний никаких нет на восходе мы берем какое-то базовое масло смешиваем с маслом черной ели и прям делаем массаж на все тело перед утренним душем особенно область надпочечников обязательно на зону тимуса хлопаем подушечка подушечками пальцев и повторяем ключевое слово активация шесть раз произносим это переносим внимание на аджну опять повторяем шесть раз слова активация и после этого принимаем душ представляя что вода бирюзовая и очищает и вас и ауру вашу и соответственно этот ритуал должен во-первых опять же очистить вас да потому что это как бы почему отсутствие мотивации потому что есть либо какой-то пробой энергетический либо вы нацепляли на себя какой-то мусор да то есть ваши силы на исходе этот ритуал помогает как раз освободиться в нашем современном мире это с каждой часть вообще сталкивается с этим с этим так или иначе и обязательно потому что у нас такой поток информации такое количество всего вокруг какое-то безумное количество контента и мотивацию мы очень часто теряем потому что именно из-за того что перебор происходит и ты не понимаешь чем ты занимаешься куда тебе двигаться поэтому мне кажется такой ритуал в профилактических периодически да раз в месяц по неделе проводить если в течение дня усталость накатывает то можно на сгиб руки да на сгиб наносить и это тоже будет стимулировать как тоник давать какую-то жизненную энергию как подзарядка батарейки противопоказаний нет никаких у этого масла поэтому можно использовать но опять же если только аллергические какие-то проявления она не фитотоксична хвойные не являются фитотоксичными и хвойные масла это те редкие масла которые например можно использовать но во время беременности да ну опять же с аккурат аккуратно все но вот цитрусовые и хвойные они как-то не сильно влияют да ну там не ванну принимать а хотя бы просто запах следующее масло которое тоже достаточно распространенное и известно это перечная мята является таким стимулятором легким поэтому ну когда говорят что если вы пьете мятный чай вы успокаиваетесь это совершенно не так во первых очень сильно мята являет влияет на потенцию на мужскую поэтому например мята лучше как бы если у вас нет таких планов то лучше меня то не пить ну-ка по крайней мере там часто или или перед сном но она стимулятор такой не очень сильный вот хорошо работает зато для когда есть проблемы с пищеварением особенно когда укачивает человека мята прям отлично помогает при укачивании наносится на виски головная боль снимается вот эти вот тошнота которая связана с дорогой и как противовоспалительная очень хорошая работает в принципе в принципе ее применяют при проблемах ну мочеполовой системы но они не это не в чае да то есть это целенаправленное как бы лечение ароматерапии таких проблем да то есть как она работает как стимулирует яичники и снимает воспалительные процессы поэтому например массаж области живота здесь как бы будет так работать если общее какое-то истощение то тоже может восстанавливать силы если говорить о том как энергетически работает то она пом это масло помогает мята помогает найти свое место в жизни выйти из состояния апатии дает силы при депрессии усталости энергетическом вот этом синдроме выгорания то есть она здесь все помогает помогает восстановиться дает динамику то есть если какие-то опять же застои то мята помогает вот это все она как свежий запах придает свежесть голове свежесть мыслям и свежесть вашему пути да то есть если вы не знаете куда идти можно сделать такую смесь бергамот лимон мяту и герань и вот эта смесь она будет ну прям такие получаются да да она очень приятная но проблема в том что мята достаточно сильной обладает сильным запахом поэтому если вы ее куда-то добавляете капаете только одну каплю этого будет достаточно иначе мята перебьет просто все и вы больше кроме мяты ничего не будете чувствовать вот эту смесь можно наносить на ладони там несколько раз похлопать перед лицом то есть все вот эти ароматы молекулы разлетятся уже происходит такое как рефлексологическое влияние да когда мы ладони точки все затрагиваем и запах да то есть тут двойное влияние и это как бы ну этот прием можно использовать и с другими маслами для воздействия если есть проблемы с паразитами да внутренними тоже его можно просто на на живот наносить это масло или принимать мед с этим маслом то есть его можно в пищу да употреблять ну масла некоторые можно да но надо очень аккуратно чтобы качество было очень высокое и обязательно оно должно быть либо на меде либо на кусочки сахара либо в хлебной капсуле то есть ну это тоже без руководства опытного ароматерапевта лучше не делать да потому что мы не знаем какая может быть реакция и какое масло употребляется Анечка я у тебя еще не спрашивала меня этот вопрос на самом деле давно беспокоит немножко в сторону от нашей беседы вот что делать если люди запахов не ощущают как им быть все равно на них воздействие энергетическое происходит когда они используют ну если допустим для массажа там или внутрь принимают ну на самом на самом деле на самом деле здесь такая проблема это называется анасмия когда люди не чувствуют запахов на самом деле смотри у нас что идет происходит воздействие запаха и это этот запах он воздействует на лимбическую систему и почему очень важное применение ароматерапии в аромопсихологии да масла в аромопсихологии потому что и у нас могут быть какие-то ассоциации у нас могут быть какие-то связи с этими маслами поэтому конечно когда человек не чувствует запаха он теряет очень много по идее конечно масло будет проявлять свои качества как энергетические например да или как там анти антивоспалительное какое-то или бактерицидное действие оно будет оказывать но конечно очень много теряется но применяя ароматерапию ну смотря какая конечно проблема в чем проблема из-за чего человек не чувствует запахов но постепенно применяя ароматерапию у него как бы по идее должно восстановиться то есть активируется да вот эта возможность запахом а если наоборот очень чувствительных запах у человека это тоже зависит от ну как бы это индивидуальные такие особенности вот вопрос да почему человек не чувствует запах ну может быть он работает на таком производстве где все там бесконечно пахнет химией или еще чем-то да то есть у него притупляется просто восприятие у кого-то наоборот да природная склонность или наоборот это ну как бы психологическая какая-то проблема почему человек чувствует запахи да некоторые опять же из-за воздействия каких-то других веществ начинают болезненно воспринимать запахи шумы или что-то такое да то есть здесь просто надо либо если он хочет все-таки это применять надо тогда очень аккуратно по чуть-чуть без резких каких-то масел знакомые запахи применять да то есть но это уже такая более индивидуальная работа то есть если человек по какой-то причине он запахи не чувствует то ему отказываться все-таки от ароматерапии не стоит и нужно потихоньку практиковать вот так называемое искусство маленьких шагов да тем не менее пробовать и возможно что у него наладится мне кажется это очень связано с тонким именно воздействием да потому что здесь прямо прямая связь прослеживается на тонком плане воздействия ты знаешь есть такой такой момент я как бы не могу сказать насколько это сто процентов важно или нет ну действительно так или нет но я читала тоже такую такую статью которая которая говорится о том что когда человек не чувствует запаха он не способен испытать сексуальное возбуждение и был такой фильм где ну со землей что-то случилось и люди стали терять чувства и в какой-то момент все люди потеряли способность чувствовать запахи как бы там на фоне этого возникает любовь у людей а я думала как вот они запахи то они не чувствуют понимаешь то есть это настолько важный фактор что когда сексуальное как бы удовольствие оно связано с чакрой да определенные то есть у нас все как бы взаимодействие идет то есть вроде бы это нос а не работает с фатхистана получается и человек сразу теряет очень много да то есть ну как бы это сразу он не способен ну воспроизводиться да то есть это же взаимосвязано все это значит он не способен испытывать творческую энергию то есть блокировка запаха она сразу отражается на очень многих физиологических функциях вот интересно кстати ведь анахата да она тоже очень связана с творчеством и мне кажется что у людей творческих профессий у них особенно чувствительные развита эта чакра художники композиторы наверное актеры вот они работают на через сердечную чакру потому что когда они отдают да то есть это же люди обычно творческих профессий это люди которые не могут это не делать да то есть у нас как если ты что-то делаешь что тебе за это платят и если ты это не можешь не делать даже если тебе не будут платить ты все равно будешь это делать вот это отдача да то есть это через анахату и уже идет на мы с тобой немножко отвлеклись ну давай к маслам вернемся у нас еще есть масла в повестке дня да ну например давайте поговорим про нарт который на самом деле такое достаточно интересное масло и традиционно она применяется в с проблемами которые связаны с венами да то есть варикоз или когда вены слабые то есть это восстанавливает тонизирует вены восстанавливает циркуляции крови и гормональные проблемы когда есть он дает стимуляцию для яичников если какие-то аллергические проявления дерматиты то он тоже режим помогает решать эти проблемы на энергетическом уровне он дает тепло комфорт это такое масло как бы она дает ощущение расслабления до домашнее какое-то скажем так и защиту то есть вот это масло тоже можно использовать для того чтобы снять какое-то энергетическое воздействие если есть какой-то ну конфликт внутренний помогает сбалансировать и получить ответ прийти к правильному ответу да не испытывать вот этот вот дисбаланс внутренний связываете чакры это очень важное качество для масла заземляет и проводит энергию от корневой чакры до сахасрары то есть это такой масло проводник но в основном она работает на чакру сердечную очень интересное масло его используют для того чтобы проводить человека в конце жизни то есть делается масло базовое него добавляется масло розы нарт и ладан ладан который считается вообще таким до церковным и маслом которая связана с различными ритуалами религиозными и массажируются ноги руки и область сердца это дает покой но обычно это для человека который там готовится уйти и в то же время то есть как бы подготавливают к уходу да такие нерезкие уходы до получает когда человек как бы сознательно в сознании обычно да это какие-то в религии это обычно зовут священника да чтобы человек исповедовался когда его соборование наверное имеется ввиду в православии так же для тех кто остался на этой земле но не чувствует себя можно сказать стабильным или такой оторванный питали ему хорошо это масло применять для того чтобы заземлиться и вот найти как бы себя вот конкретном месте до заземление и если например человек склонен каким-то драмам или каким-то экзальтациям таким да то его тоже это масло может заземлить нужно принять ванну ванна чашка молока чайная ложка меда и где-то восемь капель нарда и свеча поможет найти вот это стабильное состояние и заземлиться и также те люди которые рассеянные не могут сконцентрироваться или те люди которые постоянно стремятся к перфекционизму да то есть то есть они страдают от того что не могут сделать идеально или лучше люди которые склонны осуждать да все это все проблемы анахаты у кого там сердечный ритм нарушился из-за стресса да то есть все все вот эти дисгармонии масло надо наносится регулярно на гиб локтя и на зону сердечной чакры это очень всем надо я так понимаю людям которые в городе живут это просто необходимо потому что все же ты перечислила с нами происходит регулярно если человек у человека страхи ну если человек в таких отношениях да в которых он испытывает ревность страх потерять эти отношения или чувствует что там партнер не настолько любит его или чувствует себя одиноким в этих отношениях да то есть опять проблемы но может быть неуверенности в себе и дисбаланса анахаты то тоже можно использовать нарт розу и и ланг ланг и становимся ноги стоят параллельно и колени чуть согнуты наносим эту смесь на 3-3 капли на руки трем и каждый палец массажируем от основания до кончика то есть это всегда ну как бы наши руки они как связу связующий транспортный узел для всех наших манипуляций затем мы кладем две руки на область сердечной чакры вдыхаем глубоко и представляем опять корни которые уходят от ног в землю и повторяем аффирмации какие-то дат ну для себя уже выводим и нужно это течение 40 дней то есть это не такой простой процесс течение 40 дней нужно делать и как прекращать можно когда мы чувствуем что энергия есть у нас когда мы начинаем общаться с этим объектом наших проблем и когда мы чувствуем энергию взаимодействия тогда уже в принципе этот ритуал можно продавать продолжать и прекратить надо сказать что все любые ритуалы это все не не в один день происходит к сожалению бытовое волшебство да конечно возможно но тем не менее она все предполагает работу над собой изменения они происходят постепенно да нужно сказать что обычно все ну как бы терапевтические моменты которые мы связываем с аромамаслами они происходят в течение 21 дня то есть обычно там если назначается ароматерапевтом какой-то ну не знаю там например ванны принимать или массаж делать или там делать вдыхать то это обычно 21 день и тот же 20 как бы ну вообще как бы для всех практик тоже есть деление 7 дней 21 день и 40 дней ну 41 я слышала такой момент когда вы должны это делать и в течение как бы как как какого периода идет реализация да то есть можно даже как бы отслеживать 7 дней сделали нужно посмотреть нужно ли продолжать или уже у вас уже все наладилось если вы продолжаете то нужно делать это 21 день дальше дошли проблема осталось значит 40 дней вы делаете это очень важно да именно срок выполнения потому что все в один день ничего не происходит к сожалению анечка еще одно масло мы успеем разобрать я думаю смотрим какое имени осталось ты нам самое самое приятное какой-нибудь приятная роза роза чудесно давай розу потому что роза розы есть разные мы будем говорить о розе дамасской и она еще называется турецкая роза такие мелкие розы еще может называться чайная роза но царственное растение очень дорогое масло очень много подделок она настолько обладает сильным запахом что можно просто взять масло жожоба и капнуть туда три капли и у вас и можно выдавать это масло за масло розу поэтому будьте очень внимательны при покупке произрастает она болгария то есть болгарии можно в турции купить это хорошее масло и есть в крыму но она все равно не такого хорошего качества идеальное масло для кожи просто любой крем сделает богатым поэтому например можно использовать просто розовую воду которая остается после производства масла и гораздо дешевле и используют в косметических целях пить там все что угодно работает для против инфекции но как-то странно масло розы против инфекции использовать но как регенерация кожи как работа как афродизиак да то есть это такое ну при различных нервы повышаем по полной программе но на самом деле очень интересно я например не переношу запах розы вот она но розовую воду я использую использую с удовольствием и как интересно очень применение как если проблемы с пищеварением она понижает огонь в печени до питу если пита повышенная то роза это прекрасная здесь и регулятор аппетита сказать что огонь в печени он же может быть еще и ментальный да то есть роза получается ментальный огонь тоже не понижает просит простите пожалуйста была очень интересная у нас ситуация когда у нас в крыму есть ботанический сад никитский ботанический сад и там проводится арома конференции и они обычно проводят очень интересные психологические тесты и у нас была когда эта конференция мы делали такой тест то есть я как раз самолета там прибежала приехала одну вся вся взбудоражно естественно и мы сначала ну проходили какой-то тест а потом нюхали розу в течение пяти минут и проходили тест еще раз и по этому тесту было четко видно что ты успокоился хотя вот я масло розы не люблю но успокоилась я прямо явно это было видно по моим ответом то есть она действительно очень такое релаксирующее масло как энергетически работает она вот эта психоэмоциональную нестабильность роза просто разглаживает ласкает так сказать да потому что не именно такое воздействие снижает усиленное сердцебиение если у вас депрессия бессонница то есть это тоже все ее убирать блоки на уровне тонких тел и если у вас обида надо массаж анахаты розы и она помогает пройти без мести отпустить принять простить отпустить то есть роза это помогает открывает такую вселенскую любовь сострадание и нежность опять же возвращаясь к астрологии гармонизирует венеру да то есть именно если помогает открыть вот эту безусловную любовь очень очень масло нежное очень тонкая и его можно вот как я уже говорила использовать разведение с маслом жажаба и работать это будет абсолютно также как например чистое масло то есть она очень энергетически емкая да то есть даже там несколько капель они поэтому его например если у вас там один миллилитр масла его можно просто развести в жажаба использовать ну потому что один миллилитр очень сложно там куда-то капать а если вы разведете жажаба в отношении 20 процентов то она будет работать абсолютно также но вы уже сможете там 10 миллилитров до используя массаж обязательно да при гневе при раздражении сердца солнечного сплетения то есть несколько капель даже разведенного масла будут прекрасно работать если ну как бы можно использовать с нардом это с нардом они прям прекрасно сочетаются и массаж центр ладони да вот эти точки центр ступни просто для энергетического баланса можно использовать есть такая медитация этим маслом она открывает анахату и дают связи с верхними чакрами да то есть если вы проработали нижний треугольник дошли до анахаты то есть чтобы пройти дальше можно эту медитацию делать перед тем как ее совершать нужно максимально встряхнуть тело да то есть можно там вибрацию сделать можно потанцевать попрыгать отжаться то есть чтобы тело немножко ну как бы движение пошло энергии и после этого мы садимся в позу медитации там или можно просто лечь на спину и делаем массаж области сердца маслом розы и делаем массаж центра ладони делаем несколько вздохов слушаем как бьется наше сердце и представляем розовый цвет как он поднимается от ног выше через колени через бедра заполняет все тело и через область пупка пину выше там грудную клетку руки полностью да то есть мы полностью этим розовым цветом заполняем все тело и и выше голову и видим как мы этим розовым цветом просто начинаем светиться возвращаемся к сердцу внимание смотрим как этот розовый цвет там играет переливается оттенками разными и представляем важную ситуацию которая для вас какая-то проблемная да и прям весь этот розовый цвет направляем в эту ситуацию пусть он эту ситуацию заполняет озаряет и вот этот цвет он должен ситуацию решить и эту медитацию можно повторять до тех пор пока вы не почувствуете что это эта проблема вас больше не держит спасибо большое анечка потрясающая тема на самом деле бесконечная конечно я чувствую что мы с тобой нас время уже закончилось к сожалению но можно было бы еще на целый час разговаривать об этом я очень благодарна что ты стала нашим регулярным ведущим и соведущим моим интервью и зато какой потрясающей информации ты делишься я хочу сказать нашим радиослушателям что она к нам опять придет в гости 28 апреля я надеюсь она сейчас она уезжает в индию и после индии она обещала нам рассказать о следующей чакре и это будет чакра вишутха и я надеюсь у нас будет не менее интересный эфир спасибо еще раз а вы можете получать ситуацию анны и координаты есть у нас на страничке и благодарю михаил там спасибо большое настя спасибо большое аня время у нас действительно уже подошло концу поскольку у нас через несколько минут будет новый эфир по картам таро но мы не прощаемся не с насти не саней поскольку в следующий четверг мы опять встретимся и можно объявить наверное на все еще наши радиослушатели не знает о том что в понедельник выйдет твоя еще одна авторская программа в понедельник мы начинаем новую программу по йоге правильно но читайте на фейсбуке будет информация об этом более полное о чем будет идти речь сангейтс радио на фейсбуке ну у нас есть сангейтс радио точка ком там тоже будет эта информация ну а сейчас разрешите попрощаться с вами девушки спасибо большое наши дорогие радиослушатели было очень приятно видеть что вы нас слушаете если будет какие то вопросы пожалуйста задавайте ну кто хочет остаться останьтесь через три минуты у нас будет уже новый эфир задавать свои вопросы по картам таро кстати хорошо спасибо большое всего вам доброго до свидания до свидания